Мусор по дороге Несколько кубометров мусора собралось на этой полянке за гаражами. Вот такое поле чудес можно встретить во многих местах и особенно за гаражными кооперативами. Считается, что там ничего не видно. Увы, вот это все попадает на глаза тысяч людей, которые проносятся на электричках мимо. Театр под открытым небом. Это в худшем смысле этого слова. Кажется, даже электрички изумляются, как быстро выросла эта свалка. Неприятно видеть такое. Буквально за две недели, то есть у нас были майские праздники, люди ходили в лес отдыхать. Соответственно, возвращаясь из леса, забирали мусор и бросали его сюда. То есть им было лень донести мусор до контейнерной площадки. Сейчас мы, получается, видим такую картину, вот этот безобразие, которое творится, которое создано руками людей, недобросовестных людей. Конечно, даже представить трудно, если бы такая гора мусора выросла в лесу. Но и здесь ей не место. Кажется, еще немного, и мусорная свалка перегородит саму тропинку к лесу. Пищевые отходы, сброшенные под ноги, почему-то никого не смущают. И даже крысы, обосновавшиеся здесь, в изобилии. А это создает очаг и рассадник заражения и животных, и почвы. Неужели так и будет все лето? В Госантехнадзоре Московской области началась специальная операция засада, целью которой является выявление несанкционированных случаев сброса мусора. Штраф на физических лиц в случае выявления составит 4 тысячи рублей. То есть данный участок будет взят на контроль территориального отдела. Для уборки стихийной свалки вызвана специальная техника. Ведь никаких дворников не хватит, чтобы разобрать такие стремительно растущие кучи мусора. Но и никакая техника не поможет навести порядок в головах людей. А ведь лето только-только на подходе. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День».